А в Вознесенских казармах прошла хитовая масленица, посвященная юбилею радиохит.фм Ярославль, входящим в медиахолдинг городского телеканала. Гостей развлекали песнями, танцами, дарили подарки. Владислав Старожук расскажет подробности. На территории Вознесенских казарм было шумно. Коллектив народного творчества «Услада» развлекал ярославцев зажигательными песнями и плясками, разгоняя грусть в тоску, встречая широкую масленицу. Гости активно участвовали в действии. Ждем что-то нового, светлого, доброго и хорошего. А как вы его отмечаете? Какие у вас традиции? Ну как, это, конечно же, блины, это, конечно же, баня. Ну и собираемся всей семьей. Озорные песни и пляски сменились выступлениями казаков. Сначала танец с холодным оружием, следом рубка шашкой. Главное, что никто не пострадал, кроме заполненных водой пластиковых бутылок. Выступаем здесь, показываем, показываем культуру, казачью культуру. Сегодня не только и масленица, сегодня еще и прощенное воскресенье. Так как мы, скажем так, православные, мы тоже чтим вот эти каноны крестьянские. Помимо традиционных русских развлечений были и нотки современности, например, дефиле юных моделей. Праздник посвятили десятилетию радио Хит-ФМ Ярославль, который входит в медиахолдинг городского телеканала. Поэтому и получил название «Хитовая масленица». Сегодня здесь на Хитовой масленице действительно весело, классно, солнечно, очень вкусно и очень ярко. Самые классные творческие коллективы сегодня здесь вместе с нами. Много викторин, подарков, веселья. И действительно все это организовали на городской телеканал и вознесенские казармы. За гуляниями под известные хиты можно было понаблюдать и с высоты птичьего полета, так как вход на башню со звездой был доступен всем желающим. Владислав Старожук, Василий Мосин. Главные телевизионные новости.